В центре внимания люди старшего поколения в России, в том числе и в Ахе, отметили День пожилого человека. Более 130 компаний приняли участие в ежегодном дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина». Новые коммуникации в частном секторе по улице Комарова заменили водовод. Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Евгений Мелехов. Международный день пожилого человека. Ахинский отдел ЗАГС провел День открытых дверей для представителей старшего поколения. Специалисты помогли с консультациями по вопросам регистрации актов гражданского состояния, а завершился день праздничным концертом беседы о мудрости в районном Дворце культуры. Лучший подарок – это не только подарок, сделанный своими руками. В первую очередь это уважение, внимание, забота о человеке. Международный день пожилых людей. Сотрудники отдела ЗАГС провели для Ахинцев День открытых дверей. Рассказали посетителям о доступности и безопасности использования электронных сервисов. Предоставили информацию из архивного фонда. Всех желающих граждан, так скажем, серебряного возраста, которых мы консультируем, консультируем в принципе в свободной форме, по всем интересующим гражданам вопросам, когда возникает необходимость получения каких-то документов, предъявлений документов, и тут оказывается, что в документах не все в порядке, особенно когда записи в отношении граждан составлены более в поздними сроками, датируются. И, конечно, пожилые люди, как никто, сталкиваются с данным вопросом, поскольку прожили уже достаточно большой длительный период, и выходили замуж, и разводились иногда, и деток рожали, и бывает несоответствие в записях актов. Также рассказываем о доступных способах обращения в ЗАГС. Это у нас сейчас является платформа электронной государственной услуги. И, конечно же, вопросов много возникает у людей пожилого возраста, как с данной платформой работать, что она себя представляет. Сейчас в органах ЗАГС оказываются в электронной форме все государственные услуги, за исключением перемены имени. Мы регистрируем 7 видов актов гражданского состояния. Это рождение, смерть, развод, брак, установление отцовства, усыновление. Также актуальные обращения граждан пожилого возраста, я хочу сказать, на заключение брака. Это тоже очень удобно. У нас любви все возрасты покорны. Я хотела бы поздравить, во-первых, с этим замечательным праздником, с ним пожилого человека, оставаться им всегда такими бодрыми, любознательными. На самом деле они очень у нас любознательные граждане возрастные, добродушными. И, конечно же, самое главное – это крепкого, крепкого им здоровья. Поздравительные слова в адрес старшего поколения прозвучали и со сцены районного дворца культуры. Праздничная концертная программа «Международный день пожилых людей» собрала в Большом Зале Ахинцев всех возрастов. И я не могу не подчеркнуть, что это один из самых важных праздников в нашем календаре. Давайте на несколько часов избавимся от проблем и забот будней жизни и вместе насладимся беседами о мудрости. Я уверена, что каждый из вас имеет огромный багаж опыта. Опыта жизни, любви, преодоления препятствий и, конечно же, мудрых советов, которыми вы можете поделиться с молодым поколением. Теплота объятий бабушки, мудрые советы от дедушки, время, проведенное с родными людьми, бесценно. Любовь, которой нас окружают близкие – это неиссякаемый источник энергии. И день, и ночь прощаются, как и свет, земля. Сотни лет, все ветры возвращаются на круги свои. Словно в калейдоскопе сменяли друг друга вокальные и хореографические номера. Такие разные и одновременно похожие, как и люди, сидящие в зале. Любимая тебе, где же ты, любовная? Для кого-то и ласки горя. Для кого-то и сердцем стучи, С кем ты неешь печаль, вы? И пусть на улице царила по-осеннему холодная и дождливая погода, во Дворце культуры было тепло и по-домашнему уютно на протяжении всего праздничного вечера. Меня пригласили во Дворец культуры, я пришла с подружкой, мы с удовольствием провели время. Время пролетело незаметно, все было хорошо подготовлено. Звучали песни, песни были знакомые, звучали современные, участники были все нарядные. Спасибо. Затем танцы и пляски были хорошо отрепетированы в нарядных костюмах. Все вызывало удовольствие. Спасибо большое за такой праздник. Время пролетело незаметно, остались приятные впечатления. Спасибо тем, кто работает в ДК, кто подготовил этот праздник. Всем пожилым людям желаю здоровья, радости. Пусть в Ахе будет все хорошо. Семья – это самое ценное и уникальное сокровище в жизни каждого человека. Говорите близким добрые слова. Проявляйте любовь и заботу не только в праздничные дни. В Южно-Сахалинске состоялся Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина». В этом году впервые большинство мероприятий были открыты для свободного посещения. Более 130 компаний, свыше 900 представителей бизнеса, власти и общественности. В Южно-Сахалинске состоялся Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина-2024». В этом году впервые большинство мероприятий открыты для свободного посещения. На площади перед зданием регионального правительства распахнули двери павильоны ведущих нефтегазовых компаний. Предприятия подготовили обширную программу с информацией о передовых отечественных отраслевых разработках, технологиях и спецтехнике, а также интерактивными и культурными мероприятиями. «У нас очень важное событие. Каждый год мы собираемся здесь для того, чтобы провести наш форум «Нефть и газ Сахалин». Друзья мои, чем отличается сегодняшнее событие от тех, которые мы проводили ранее? Ну, во-первых, у нас юбилей. 30 лет шельфовому проекту «Сахалин-2». Приветствуем! 15 лет заводу «СПГ». Приветствуем! А ведь 15 лет назад произошло чудо, потому что впервые в России был построен и запущен завод «СПГ». И сегодня вы видите, что происходит в мире. Вот эта борьба за рынки, и мы имеем свой российский «СПГ». И наш Сахалинский был первым. Друзья мои, конечно же, нефтегазовая отрасль для нас базовая. И когда мы формируем стратегию, в первую очередь мы говорим о том, что у нас будут развиваться базовые отрасли. Вот та страница, которую открыли 30 лет тому назад, она была связана с ССРП. Сейчас мы открываем новую страницу. Ту страницу, которая идёт к локализации сервисов российских. Практически вся работа по сервисам ведётся российскими компаниями. Локализация состоялась, и события последних нескольких лет подтвердили это. Посещение площадок доступно для всех желающих. Специалисты компании оказывают профессиональную поддержку и информационное сопровождение всех стендов и выставочных экземпляров. Сегодня есть возможность ознакомиться не только с текущей ситуацией и новыми вызовами нефтегазового отрасли, но также познакомиться с историей освоения месторождений острова Сахалин и шельца Сахалина, которая начинается далеко в 1878 году. Это очень интересные события, которые сопровождались в том числе и революционными изменениями, реформами, военными действиями. И остров Сахалин жил, работал и давал результаты своей общей копилочке и успеха развития нашей страны. Самый большой павильон на форуме принадлежит Сахалинская энергия. Глава региона совместно с гостями мероприятия осмотрели выставку, которая свидетельствует об основных этапах развития проектов компании. Рассказывает о 30-летней истории предприятия, а также отражает главные перспективы развития на предстоящие годы. В этом году одним из ключевых вопросов форума стало импортозамещение. В павильонах представлены новые технологии, успешно заменившие зарубежные практики. Гостям представили новую технологию копирования деталей сложного технологического оборудования для шельфовых проектов и соединения труб. В павильоне номер два установлен образец водородного поезда и уникальный инженерный тренажер виртуальной реальности с возможностью управления краном на морской добывающей платформе. Еще одним важным направлением работы форума стал молодежный трек, который организован в бизнес-центре iHORP. Здесь старшеклассники, студенты, выпускники профильных вузов и молодые специалисты изучают актуальную информацию о работе профильных предприятий. 50 сахалинцев получат предложения о работе, практике и стажировке в ведущих нефтегазовых компаниях. В Дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина-2024» приняли участие более 130 компаний, которые представили свыше 200 докладов на самые актуальные темы в сфере, 30 сессий и тематических обсуждений, участниками которых стали свыше 900 представителей бизнеса, власти и общественности. Жители частного сектора по улице Комарова несколько лет испытывали проблемы с водой. На старом трубопроводе происходили аварии. Люди вынуждены оставались без воды. Теперь перебоев с водоснабжением не будет. Ненадежные коммуникации полностью заменили. На улице Комарова в связи с большим количеством аварий, как и в прошлом году, как и в этом году зимой у нас было очень много аварий, заменили полностью водовод. На сегодняшний день работы полностью выполнены. Абоненты переподключены, весь частный сектор подключен. Я думаю, что больше проблем в этом районе не будет. За неделю в Ахинском районе произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Сегодня ночью на 852-м километре автодороги Южно-Сахалинска-Х внедорожник Toyota Land Cruiser сорвался с моста и перевернулся. За рулем находился 33-летний мужчина, не имеющий водительских прав. Он не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. Водитель покинул место аварии, несмотря на тяжесть происшествия. В машине была 30-летняя пассажирка, которая получила серьезные травмы и была доставлена в Ахинскую больницу. Ночью 1 октября напротив центрального рынка в Ахе произошла авария с переворотом легкового автомобиля. По данным ГАИ, пострадавших нет. Водитель самостоятельно убрал автомобиль с места ДТП. Официальных заявлений не поступало. 28 сентября на трассе Ахамас-Кальво автомобиль Toyota Crown вылетел с дороги и перевернулся. 35-летний водитель был в состоянии алкогольного пенения. В результате аварии 37-летний пассажир получил серьезные травмы и был госпитализирован. 30 сентября в клубе по спортивной кинологии «Элизар» прошли испытания по общему курсу дрессировки и тестированию поведения собак, приуроченные к 10-летнему юбилею клуба. Аттестацию провела Лидия Чернева, известный судья и эксперт по рабочим качествам из Хабаровска, а также давний друг клуба. В мероприятии приняли участие 12 собак с подтвержденной родословной. Я с особой благодарностью всегда контактирую с Ниной Анатольевной, потому что человек этот знает свое дело, человек этот занимается любимым делом, приучает к культуре общения с животными остальных людей. Я очень восхищена достижениями этой группы, возглавляемой Ниной Анатольевной. У вас очень прекрасная площадка. Более того, хочу вам сказать, что такой площадки, дрессировочной, нет на всем Дальнем Востоке. Четыре немецкие овчарки, в том числе собака сотрудника следственного изолятора, сдавали экзамен по общему курсу дрессировки. Этот экзамен включал несколько этапов. Хозяева должны были сделать доклад о своем питомце, пройти с собакой без поводка, совместно преодолеть полосу препятствий, отработать команды и показать реакцию собаки на намордник. Важным моментом была также демонстрация запрета на принятие корма из рук проводника. Все овчарки сдали экзамен на отлично и получили первую степень по общему курсу дрессировки. Тестирование поведения проходили 8 собак разных пород, среди которых была и единственная в Ахинском районе карело-финская лайка. Основными критериями оценки было спокойное поведение питомцев, отсутствие агрессии, умение позволить судьям осмотреть зубы и родословное клеймо. Также собаке и ее хозяину нужно было пройти мимо посторонних людей и других животных без проявления агрессии или беспокойства. Все участники успешно сдали тестирование, показав высший уровень поведения. Организацию мероприятия поддержали волонтеры из молодежной группы «Мы вместе АХ», которые выполняли функции секретарей и фотографов на испытаниях. Наши собаки Ахинского клуба «Елизар» сегодня сдавали экзамен. Сдали, как всегда, хорошо, на ура, со своими веселыми нюансами. Завершилось мероприятие вручением подарка от Лидии Черневой, щенка немецкой овчарки из ее питомника «Литчер», который стал новым членом команды Ахинских чемпионов клуба «Елизар». Ахинка Юлия Тарасова завоевала специальный приз от Сахалинской областной думы в конкурсе «Островитянка семейная». В Паранайске собрались 10 многодетных мам из разных районов Сахалинской области, чтобы представить свои таланты на конкурсе, посвященном Году семьи в России. Участницы из Южно-Сахалинска, Паранайска, Ахи Макарова и других населенных пунктов прошли три испытания – видеоэссе, визитка и творческий конкурс. Юлия Тарасова – мама трех сыновей и заместитель директора школы номер 7. Получила приз благодаря поддержке коллег и друзей. 28 сентября в селе Некрасовка прошла осенняя ярмарка, которая собрала жителей и гостей Ахинского района. С утра сельчане представили на продажу выращенные урожаи – картофель, морковь, капусту и другие овощи. Особой популярностью пользовались домашние соленья и варенья, которые были представлены в большом разнообразии. Мастера декоративно-прикладного искусства также выставили свои изделия, плетеные корзины, резные фигурки и вышивки. На протяжении всего дня гостей развлекала насыщенная культурная программа. На сцене выступили вокальные и театральные коллективы «Ностальжи» и «Северяне», вокальный коллектив районного дворца культуры «Мелодия», солистка Карина Курбатова и ансамбль татарской культуры «Сандугач». Для детей их родители организовали развлекательные игры и конкурсы. А завершилась ярмарка общей хороводной игрой, в которой приняли участие и взрослые, и дети. Ярмарка прошла в теплой атмосфере, создавая праздничное настроение для всех участников. В предстоящие выходные на Сахалине погода будет изменчивой. В субботу благодаря антициклону запада нас ждет теплая солнечная погода. Температура ночью от плюс 1 до плюс 6 градусов. В центральных районах возможны заморозки до минус 3. Днем воздух прогреется до плюс 18, а на юге до плюс 20 градусов. В воскресенье придет циклон. На севере и юге острова ожидаются дожди. Понедельник останется дождливым, но уже к вечеру вторника ожидается прояснение. А с ним и похолодание. На севере дневная температура снизится до плюс 9, плюс 14. Такая погода сохранится до конца недели. Далее наш выпуск продолжит новости первых. Школьники вернулись с летних каникул и готовы делиться свежими новостями и с событиями из школьной жизни. А у нас на этом все новости. Спасибо за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова